Сегодня мы поговорим об учебе в США, сколько стоит обучение в колледжах и университетах США, можно ли работать по студенческой визе в США, где жить студентам, а также очень интересный вопрос, можно ли остаться жить и работать в США после окончания университета. Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес, обязательно подпишитесь на канал, если вы хотите знать, как получить все типы виз в США, а также узнать все самое интересное об Америке. А сегодня у нас в гостях Алексей. Алексей, привет! Да, привет! Алексей учится и работает в Нью-Йорке, и первый вопрос, чем отличаются университеты от колледжей в США? Да. Разница между колледжем и университетами, на самом деле, существенная, потому что они взаимозаменяют друг друга, и колледжи обычно меньше. По зданиям, допустим, по количеству зданий в университете различаются, и колледжи, они больше подготовка к бакалавру, чем университеты, больше как университеты готовят уже магистров и самих бакалавру. Также ты сказал, что еще дополнительно в колледжах английский преподают, да? Да, английский преподают в колледжах, допустим, в основном, в университетах не преподают, то есть для студентов, которые из других стран. Алексей, расскажи, пожалуйста, как поступить в университеты и колледжи США, какие экзамены нужно сдать, какой пакет документов нужно собрать, и насколько нужно знать английский язык? Ну, начнем с английского языка. Английский язык нужен достаточно хороший, базовый хотя бы английский язык, чтобы поступить в колледж. Если ты не сдаешь обычный входной экзамен по английскому языку, то тебе придется заниматься именно английским языком, вместо того, чтобы учиться по специальности. Это раз. Пакет документов зависит от колледжа, то есть основные массы колледжа требуют именно документов о окончании обычного школьного образования для начала. Поэтому услуги у каждого разные колледжи, нужно узнавать в самом колледже или университете. Есть двухгодичные, есть четырехгодичные. Как я уже сказал, колледжи – это обычно двухгодичные, четырехгодичные, поэтому в зависимости от того, как вы в колледже уступаете, надо узнавать лично. Расскажи, пожалуйста, еще про пакет документов. Да, то есть, ну, зависит от того, какой колледж, какие документы требуют. То есть некоторые колледжи могут сами переводить ваши документы, допустим, если у вас есть образование уже, а некоторые не могут переводить. Поэтому это уже зависит индивидуально от колледжа. Но в школьный аттестат обязательно нужен перевод, и апостиль должен стоять, и официальный перевод должен быть обязательно. Тут сразу напрашивается вопрос, если человек не находится в США, если это молодой студент, который заканчивает университет в своей стране, или, например, он хочет перевестись из своего вуза в университет США, расскажи, пожалуйста, как это происходит, как это правильно делать? Если вы хотите перевестись в какой-нибудь штат США из своего университета, для этого нужно узнать условия, есть разные условия перевода. Вы должны связаться с том университетом, который вы хотите перевестись, и задать им вопрос, какие им нужны документы из вашего университета. Поэтому вы должны связаться с университетом, куда вы поступаете. Также у них есть язык, где вы, допустим, ругаетесь на русском, то, соответственно, на русском можно задавать вопросы по имейлу, по почте писать им, они вам отправят полный пакет документов, помогут в поступлении, также помогут с студенческой визой. То есть просто вам нужно узнать, если из вас университета можно, допустим, делать обмен студентом, потому что делается совершенно бесплатно. Какие-то вузы это делают, какие-то нет. То есть две вещи, которые вам нужно узнать, это первый слой университет, какие условия перевода, если есть. И второй вопрос, какой университет вы хотите выбрать в США учиться, и какая именно специальность вас интересует. То есть все это делать по имейлу и связываться можно даже на русском языке, да? Совершенно спокойно, да, совершенно спокойно. Алексей, расскажи, пожалуйста, как найти жилье студентам в США? Для того, чтобы снять жилье, нужно четко понимать сначала свой бюджет. Сколько вы можете потратить, потому что жилье в Нью-Йорке особенно очень дорогое. Поэтому вы должны понять, где вы хотите жить. Вы хотите снимать комнату, или вы хотите снимать студию, или вы хотите, нежели взять и просто жить в какой-нибудь общежитии. Опять же, если вы связываетесь с университетом, вы можете узнать все эти вопросы по поводу общежития. Они вам предоставят возможность узнать, сколько стоит, где жить, где находится общежитие и так далее. Если вы узнаете, допустим, какое-то место, то вам нужно отдельные сайты смотреть, искать Google, допустим, забивать и смотреть стоимость жилья в Нью-Йорке возле университета. Возле, допустим, того же Кинсбурга, где учусь я. В Бруклине она дешевле, в Куинсе дешевле, в Манхэттене, соответственно, она дороже. То есть зависит от того, может комната за 500 долларов, может комната быть за 1000 долларов. Общежитие как бы зависит от того, какой же опять университет вы выбираете. Если выбираете маленький какой-то колледж города Нью-Йорка, допустим, то одна стоимость. Если вы выбираете колумбийский университет, то там, соответственно, будет цена дороже. То есть, опять же, зависит все от вашего колледжа, где вы собираетесь учиться. Вы должны четко представлять, где вы учитесь и на сколько это будет денег. Также у меня на канале скоро выходит видео «5 самых простых способов, как снять жилье в США по туристической или студенческой визе». Алексей, расскажи, пожалуйста, можно ли работать в США по студенческой визе? Да, по студенческой визе официально можно работать, но не больше 18 часов в неделю. Поэтому 18 часов вы имеете право работать именно на кампус колледжа. Да, это имеете право официально, это признано эмилиционным студентом. То есть студенты могут работать только на территории университета или могут искать еще какие-то другие работы? Нет, только на территории университета можно работать. Если вы будете работать где-то в другом месте, то это будет нелегально. Вы не будете получать чек, вы будете получать кэш, то есть за наличие. Алексей, расскажи, пожалуйста, стоит ли учиться и получать образование в США? Если цель достичь какого-то карьерного роста и выучить английский язык, то 100% да. И кроме того, что здесь хорошее образование, как бы вы возвращаетесь, не собираетесь жить в США в дальнейшем, а просто работаете у себя на родине, то, естественно, у вас ногами и руками отрывают за то, что у вас даже хорошее знание языка. И плюс образование, конечно, свое дает. Поэтому я считаю, что да, обязательно нужно. Расскажи, пожалуйста, стоимость обучения в университетах и колледжах в США. Вообще стоимость образования в США. Хорошо. Стоимость образования, опять же, варьируется от штата к штату и зависит от университета. Но если, допустим, есть колледжи такого же Нью-Йорка, допустим, то стоимость зависит от того, еще ты резидент или не резидент. Если ты просто обычный человек, который не резидентом не является, то стоимость, естественно, в два раза будет дороже. Например, если я плачу за один кредит, это один класс, стоит, допустим, 200 долларов, там 230 долларов, то за резиденту, который человек здесь не живет, то будет стоить 400 долларов. У меня знакомый, допустим, друг мой, он учится в техническом колледже и платит за обучение, опять же, вместо 200, которых я плачу, он платит 400. В Колумбийском университете, допустим, стоит 1000 долларов за один кредит, то есть за один класс. То есть варьируется от того, какой колледж. Опять же, в некоторых штатах южных, допустим, стоимость может доходить просто до 100 долларов за кредит или до 50 долларов. В южных штатах, особенно, допустим, какой-то самый бедный штат Алабама или, допустим, штат Миссисипи, где стоимость, допустим, совсем дешевая за кредит, который может стоить 50-100 долларов максимум. Поэтому, опять же, выбирайте колледж именно от штата в зависимости от того, какой колледж вы хотите учиться. Алексей, скажи, пожалуйста, то есть ты сказал, обучение в колледже в США занимает 2-4 года, а сколько лет нужно учиться в университете? И также скажи, пожалуйста, по ценам. То есть общее, то есть, например, 2-годовое обучение сколько может стоить, 4-годовое в колледже сколько может стоить, и также цены на обучение в университетах США. И могут ли учиться у нас иностранцы в США и получать какую-то стипендию, либо также использовать кредиты в США, или кредиты все-таки только для американцев? В колледже или университетах Нью-Йорка стоимость обучения, опять же, варьируется. То есть, если, допустим, берем 2-годичный колледж, то стоимость обучения, допустим, в год будет стоить около, ну, я же беру средний, 12 тысяч долларов. Если мы берем совершенно очень дешевый колледж, мы не берем какой-нибудь адвокатский колледж, допустим, адвокатскую школу. Самый простой, самый простой Нью-Йоркский колледж стоит 12 тысяч долларов в год. Учиться в таком колледже около двух лет. То есть вы, в принципе, отдаете где-то 22 тысячи долларов за весь. Это не бакалавриат, это подготовка к бакалавриату. Если мы идем, допустим, в 4-годичный колледж, да, то сумма может быть, естественно, дороже. То есть уже не 12, допустим, 15, там, 20 тысяч долларов. И учиться в таком колледже уже, допустим, уже 4 года. То есть, соответственно, сумма уже удваивается, и вы получаете, будете платить намного больше. Но вы получаете за этот счет, вы получаете за бакалавриат. Если вы, допустим, идете учиться в адвокатскую школу, опять же, вы в адвокатскую школу можете пойти, юридическое, как у нас называется, только после того, как вы получили бакалавриат. Вы получаете бакалавриат, и после этого вы идете в адвокатскую школу. Адвокатские школы здесь очень дорогие, и стоимость варьируется от 80 до 100 тысяч долларов и до 200-300 тысяч долларов, в зависимости от адвокатской школы. Человек, например, заканчивает юридический вуз в своей стране и хочет уже поступать сразу в университет США. Можно ли так сделать? Можно так сделать, но дело в том, что, во-первых, опять мы возвращаемся к тому, что нужен английский язык, поэтому неважно, какой ты университет закончил у себя на родине, если у тебя английского нету, то тебе придется начинать все сначала, потому что когда ты поступаешь в колледжи Нью-Йорка, они проверяют твой английский и математику в первую очередь. Поэтому первое, что ты сдаешь, это английский язык. Для того, чтобы учиться на магистратуре, это очень сложный уровень английского языка. То есть так возможно, человек закончил вуз у себя, юридический вуз или какой-то другой у себя в стране, перевел диплом, сопостилен со всем, онлайн подался уже напрямую в университет в США и тут уже получает образование в университете, да? Да, мастер дегри уже получает, если ему это нужно, если у него такая цель. Да, хороший язык для этого нужен, да? Ну, очень сильно нужен язык, очень хорошая подготовка мужа. Но, по сути, люди получают бачула дегри и больше не будут учиться здесь. Поэтому с бачула дегри ты можешь хорошую зарплату получать, в принципе. Алексей, расскажи, пожалуйста, если человек закончил обучение в США, закончил университет, может ли он остаться жить и работать в США или ему нужно уезжать к себе на родину? Ну, опять же, в зависимости от его цели, если он хочет остаться в США, то, естественно, нужна работа. Соответственно, он должен как-то найти через Соджи колледж, где он закончил. Есть много вариантов, есть виза рабочая, допустим, которую можно получить через тот же колледж, и работодатель, который может предоставить такую визу. Со временем, если вы хороший работник, вам могут сделать, тот же работодатель может вам сделать грин-карту. Такие тоже моменты есть. У меня такие знакомые есть, которые получили грин-карту через работодателя. Но их очень мало выпускают, то есть иммиграционные как бы очень мало дают таких возможностей. Поэтому, ну, как бы, если есть такая цель остаться, это один из хороших вариантов, который может, в принципе, и дальнейшее вам дать будущее какое-то здесь. Но даже если вы не останетесь, как бы, не переживайте, что потому что все равно с таким дипломом, американского диплома вам все равно будет большой плюс знания английского языка и плюс ваше образование уже здесь. Будет очень высоко ценится. Но я считаю, что если появится какая-то возможность, можно узнать в университете. Да, то стоит остаться. Расскажи, пожалуйста, еще про кредиты. Я знаю, что американские студенты берут кредиты, они практически беспроцентные и могут выплачивать их в течение следующих 30 лет. Также они могут брать кредиты там до 250 тысяч, 250 тысяч и более. Хорошо, да. Кредиты даются, выдаются в основном тем, кто здесь проживает резидентом и тем, кто, в принципе, здесь является американцем. Кредиты выдаются, и плюс большой в том, что вы можете оплачивать после того, как вы закончите обучение. Соответственно, вы можете сразу устроиться на работу, если у вас есть работодатель, и сразу начать выплачивать уже какие-то проценты. То есть, да, процент здесь очень маленький. Опять же, в зависимости от колледжа, от банка, который банк вам дал этот кредит. Если вам банк вам дал большой кредит, и вы можете выплачивать, то сначала выплачивается кредит, сам процент, а потом уже выплачивается само обучение, сколько оно стоило изначально. По поводу стипендий, стипендии тоже могут выдаваться, если у вас есть какие-нибудь возможности, то есть вы какой-нибудь спортсмен, допустим, или вы в чем-то хорошо владеете, допустим, или вы занимались спортом или искусством, и вы можете это предоставить. Иногда вам могут дать scholarship, то есть это как бы вам оплачивается обучение, плюс к этому вам еще дадутся стипендии. То есть вам ничего не нужно будет платить за обучение, большой, огромный плюс. Поэтому, опять же, это все зависит от того, какие у вас возможности есть, какие у вас способности есть. Некоторые университеты просто принимают, потому что идет обмен студентами, поэтому они вас могут обучать бесплатно. Поэтому это все, опять же, узнается там, в университете. Если вы берете кредит, берете лоун, вы должны показать, что вы способны оплачивать его. Поэтому могут не дать лоун. В основном не дают лоун тем, кто приехал откуда-то, но дают лоун американцам, резидентам. Если у человека есть какие-то выдающиеся способности, спортивные или какие-то, может быть, артистические, то это ему нужно узнавать из своей страны, то есть писать онлайн конкретно в этот университет по поводу стоимости обучения, можно ли обучаться бесплатно, а также можно ли получать стипендию. Да, то есть у меня есть знакомый, который, допустим, мастер спорта по кикбоксингу. Он просто написал, у него есть черный пояс, он, допустим, обучал детей, то есть у него очень много возможностей. Он еще в свое время как бы снимал фильмы у себя на Украине. И здесь как бы ему огромные возможности. Ему здесь дается, во-первых, рабочая виза. И плюс он учится тоже бесплатно совершенно. Алексей, давай еще пожелаем, наверное, молодым студентам и тем, кто уже может быть в возрасте, но хочет учиться, обучаться в США, да, давай дадим какой-то совет, пожелание. Что бы ты пожелал, что бы посоветовал? Я бы сказал честно, если у вас есть желание учиться в США, и у вас есть цель такая, получить образование, выучить английский язык лучше, то я бы точно вам посоветовал узнать все хорошо в интернете, посмотреть, что именно штаты, в которых вы хотите жить, и обязательно узнать именно колледж, в котором вы хотите учиться, и писать им напрямую. Они всегда готовы отвечать, они всегда готовы вам помочь во всем. Главное, что вы не бойтесь этого и просто делайте свой шаг. Сделав шаг, вы обязательно достигнете того, чего вы хотите. Особенно в учебе, что очень важно. Спасибо большое, Алексей. Обязательно подпишитесь на канал, если вы хотите знать все детали, как сделать любой тип визы, как поступить на учебу в США, как сделать визу невесты, рабочую визу и очень много других разных типов виз. Мы все это будем рассказывать на канале. Также мы рассказываем все самое интересное об Америке. И подписывайтесь также на канал Алексея, я оставлю его в описании. И всем удачи и всем пока. Алексей, пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok